Хорошо, ну ладно, ждать не будем? Сразу начнем? Нет, конечно, сейчас здоровье пройду, все влечи, как я пробежался. Так, ну, не знаю, с чего начать. Я немножко заказала. Всем слышно, да? Да. Все слышно. У меня голос один, у меня другой. Мамы разные голосы, więc, przepрошам. Ну, ты мне все подожди. Ну, люди хотят все узнать, о чем говорим. Ну ладно, на чем может быть самого главного, да? Зачнеми с главного. Вот кто может из вас в двух словах объяснить, кто собой представляет нашу жизнь? Кто может в двух словах подумать, что с собой в составе наше житие? Два слова буквально. Два слова. Друга. А? Дорога. Дорога? Дорога. Очень редкие минуты с часа, да? Мы их пережили, а дальше снова проблемы и снова боль. Понимаете? Да. Если у вас есть вот так, что ты еще здесь не живешь, то вы не схватились. Посмотрим, что я уже не бывал. Почему так устроен? Почему так устроена вещь, что проблема и боль, да? Почему так устроена? Можно и с этим что-то сделать. Самое главное, правильно? То, что проблемы и боль, это все понятно. Можно ли с этим что-то сделать? Давайте будем разбираться. Проблемы и боль, это все понимаем, а можно с этим что-то сделать? Сейчас выяснили. Ну, первое, для того, чтобы понять свою жизнь и что-то изменить в ней, да? Нужно понять один простой вопрос, зачем мы живем. Первое, чтобы понять жизнь и что-то с ним изменять, мы можем понять, почему мы в общем живем. Тогда будет понятно, почему возникли проблемы, почему возникает боль и будет понятно, что с этим делать. Тогда будет понятно, почему возникают проблемы, почему возникает боль и тогда будет понятно, что с этим можно сделать. Вот кто может ответить? Два-три слова, ну хотя бы зачем-то люди. Кто из вас может ответить на вопрос, почему вы живете? Вы можете сказать? Что вы можете сказать? Чтобы испытывать? Что испытывать? Что испытывать? Все, что показано в троймиарном мире. Почему? Смысл такой. Я думаю, что наша душа этого потребует и святость шире понимает. Душа нужна. Душа нужна в боли. Душа нужна в боли. Видочно нужна в какой-то момент. Вероятно нужна в какой-то момент. Почему? Если вы сказали слово объясните до конца, чтобы я понял, понимаете? Или чтобы вы сами поняли. Чтобы вы сами понимали. Может быть, в этом мире, который в этом мире, который в этом мире, который в этом мире... А знаете, я могу вам сейчас до бесконечности задавать вопросы и так не ответить. Понимаете? Хорошо. Я сейчас попытаюсь. Может еще кто-то сказать? Может еще кто-то спробовать и вытолмать, почему он живет? Можете сказать? Не будет. Это сам пациент. Это таинница. Это не важно. У них такого нет. У них такого нет. У них такого нет. Да. Давайте так. Вы в Бога верите? Есть ли верующие в Бога? Да. Все верят, да? Хорошо. Тогда объясните такой вариант. Мы все говорим, что мы дети Божьи. Мы все созданы по образу и по дому. Правильно? Так, да? Да. Тогда ответьте мне одним словом, что значит эта фраза «мы дети Божьи»? Что значит эта фраза «мы дети Божьи»? Подумажите в одном слове, в одном издании. Что мы являемся частью Бога. Что мы такие же. Если мы дети Бога, то мы такие же. И если наши дети вырастают и становятся такими как мы, то если мы дети Божьи, значит мы должны вырасти и стать кем? Богами? Богами. Правильно? Правильно. Правильно. Тогда вопрос второе. Что такое Бог? Другое вопрос. Что это Бог? Сила Творения. Сила Творения. Сила Творения. Какие люди. Какие люди, которые хотят стать Богом? Хорошо, давайте так. Есть такое выражение, вы все опять его знаете, что Бог это свет и любовь. Слышали? Вот просите фразы, свет и любовь. Кто объяснит, что такое любовь? Все задумались. Одно слово. Лена говорит, что это принятие. Давайте так, любовь это чувство, правильно? Милость это чувство, а свет это светлая мысль. То есть получается суть Бога это чувство и мысль, правильно? Чувство имя которому любовь, а мысль наполненная любовью, она становится светлой. А теперь проанализируйте, что вы делаете целый день. А теперь проанализируем, что мы делаем целый день. Вот сейчас я любого спрашиваю, вы начнете рассказывать, что там в сале, умылись, там помылись, там на работу, то, другое, третье. Как вы начнете уповиадать, встаю, мыю себя, голю себя, идем до работы, одно, другое. А что вы на самом деле делали? А так мы, правда, что делали целый день? Причем мы не думаем. Главное, больше всего думаем целый день. Да меньше всего думаем. На и менее мы думаем. Это как раз самое то, на что мы меньше всего обращаем внимание. Это то, на что мы реализуем цели, планы, какое-то действие делаем. А где все ваши планы? И где ваши ваши wszystkie планы? 95% того, что мы делаем, это навыки, которые мы автоматически делаем. Хорошо, в конце жизни вас относят на кладбище, да? На конец жизни нас относят на кладбище, да? Кому нужны ваши планы и ваши навыки? Кто потребует ваших планов и ваших навыков? Правильно, да? Что мы говорим? А вот что остается после каждого события, после каждого... А что остается после каждого события, после каждого... Давайте начнем с самого простого. Утром вы встали, да? Рано встаем. Звонит будильник. Надо встать. Что вы пережили в этот момент? Что вы пережили в вашей души, звонок будильника? Что вывозит в нашей души, звонок будильника? Ну, нужно встать. Ну, нужно встать, это необходимость. Я по-другому хотел спросить. Какое чувство вызывает у вас звонок будильника? Не очень доброго. Очень доброго. Обязанность не очень добрый человек? А чтобы он не было peneh? Не очень приятный обязан, да? Не очень приятный обязан. Да. Не не очень приятный обязан. Борж ENT. Опять вставать, опять куда-то идти, опять что-то делать, и так далее, и так далее, правильно? Что такое раздражение? Даже не с этого начну. Вот чувств у нас два есть. Есть любовь и есть ненависть, правильно? Мы не можем увидеть чувства, ни то, ни другое. Не можем увидеть чувства, ни того, ни другого. А понять их по проявлению можно только. Эмоции. Раздражение – это эмоция. Она показывает то чувство, которое поднялось в момент звонка будильника. Раздражение – это эмоция. И помолует у нас ненависть. Правильно? Поэтому мы просыпаемся недовольны. Да, недовольны, то есть ненависть. Он вызывает вашу ненависть, вы ее переживаете. А может быть чувство благодарности, что мне напоминает о чем-то? Да и Бог. Да и Бог. Было так. Не обязательно ненависть. Не обязательно говорю только про ненависть. У вас вызвала радость. Прежде всего, если этот будильник звонит в этой часе, то значит, что я его насталил и я с собой умовлялся. Я с собой договариваюсь, я его насталил, включил. Хорошо, все правильно. Есть сегодня два чувства. Но у одного вызывает и у большинства вызывает дневность. У кого-то и радость. А у кого-то и радость. Слава Богу. Я еще живу, да? Жи, еще живу. Правильно? Но всегда вызывает чувство. Дальше вы стали... Завси вызываю чувство. Выстаем на подлогу ногами, и он есть сильное. Чувство, правильно? Дальше вы пошли в туалет. Я просто вещи говорю. Просто, звыкные вещи. Хорошо, если хорошо. Правильно? Одно чувство. Правильно? А если не очень другое. А если не очень другое, то и научимся. Ну и дальше, дальше, дальше. И дальше, дальше, только за дня. Любое событие, любая ситуация, что делает с нами? Вызывает у нас чувство. Правильно? Всегда. И заставляет нас думать. Измушан нас до мышления. То есть всегда любая ситуация, которая возникает в жизни, вызывает чувство, заставляет думать. А думаем мы, опять формируем чувство. Да? Смотрим мы телевизор, да? Мы что делаем? Переживаем чувство. Правильно? Загляднули на окно, да? Там солнце, чувство. Правильно? Солнце. Читаем книгу, правильно? Читаем! Нечкость. Мы что сделали? Правильно? Тоже чувство, чувство, чувство. Правильно? Всегда. Почему так? Почему так? Потому что мы, дети Божьи, учимся любить и выручить, чтобы вырастить и стать такими, как наш Отец. А растем мы чем? Мы растем своими чувствами, своими Богами. Когда мы научимся любить и когда все наши мысли будут светлые, тогда мы можем сказать, папа я выросл, я выросл, я выросл и стал таким, как ты. Второй вопрос, теперь дальше. Кто может сказать, что все его мысли светлые, а все его чувства только не могут? Ну, наверное, вряд ли найдется такого человека, но мы можем сказать, когда вы сейчас скажете, вы скажете, что я есть Бог, папа я выросл, так как в любой семье папа я выросл, что мне теперь делать, так? Ну, а теперь еще интересный вопрос. Смотрите. Сейчас интересное вопрос. То, что мы умеем любить, оно уже у нас. То, что мы умеем любить, оно уже у нас. Это как наш опыт, да? Как наше doświadчение. То есть наша дрога. То есть наша дрога. Это значит, что мы живем. Это значит, что мы живем. И наша дорога, это на самом деле дорога ненависти. И наша дорога, так на правда, это дорога ненависти. Дорога нашей ненависти. Дорога нашей ненависти. И вся наша жизнь, это, если вдуматься, это сплошные мучения, правильно? Потому что мы идем по ненависти по своей, не можем понять, почему и что-то происходит. И когда жизнь закончится, нам говорят, отмучился, да? Так вот, как жить, чтобы не мучиться? Давайте попытаемся подумать. Вот обратите внимание, мы с детства окружены людьми, да? Я буду говорить только про людей, потому что все, что происходит, как любой человек вызывает у нас всегда чувства, правильно? Вот обратите внимание, если мы учимся любить, мы должны знать, с чего начинать и чем заканчивать, правильно? Вот смотрите, обратите внимание, с момента рождения мы окружены, от момента рождения. И мы окружены людьми близкими, соседей, друзьями. То есть у каждого человека есть какой-то круг людей, да? У меня свой круг, у каждого человека свой. У меня свой круг, у каждого человека свой. У каждого человека есть свой. Почему так происходит? Что делает каждый человек по отношению к нам? Как вы думаете? Как вы думаете? Можете сказать? Можете сказать? Задача у всех одна. Все люди, которые нас окружают, выполняют одну задачу. Какую? Не謝вoug. Не реагирую на нас. Реагируют на нас. Они не реагируют на нас. Мы должны реагировать на нас. Что они делают? На что мы должны реагировать? Мы нужно реагировать на нас. Они вызывают наши чувства. Они могут быть нашим зеркалом. Но что они зеркали, что они вызывают? То, что в нас показывают. Они показывают нашу душу. Они вызывают наши чувства. Вызывают чувства. Человек вызывает один внешний вид. Второй манерой говорит. Третьей манерой одеваться. Но каждый вызывает какое-то чувство. То есть, анализируя свое окружение, те чувства, которые они у вас вызывают, вы можете понять, что вы собой представляете. И вы можете понять, что вы теперь делаете. Я не люблю, когда передо мной... Например, грубо, я не люблю пьяных. Пьяных будет всегда передо мной. Многие говорят, что подобное притягивает подобное. Если это так, то я должен быть пьяным. И я передо мной стоит пьяным. Он не подобный. Он вызывает мою ненависть. Он не подобный. Он просто вывоает в меня ненависть. Не люблю дураков, дурак будет передо мной. Не люблю грубых хамов, хам будет передо мной. Не люблю плутов, не люблю мошенников, не люблю все это будет передо мной. Не люблю непорядочных людей, он будет рядом. Я понял о чем говорите, да? И он будет рядом. Он будет делать все, чтобы я понял, что я собой представляю и что ты изменил в себе, правильно? А что я должен изменить в себе? Свои чувства, правильно? Больше ничего. Полубить их и себе напить. Может быть даже и так. Может быть. Вы должны? Я потом расскажу механизм. Я потом на примере расскажу, потому что понятно. Хорошо, вопрос второй. Другое. А кто должен воспитывать нас? А кто должен нас выховывать? Мы же дети Божьи. Кто воспитывает детей на наших? Да, отец, правильно? И дети из школы. А? Родители из школы. Правильно. А кто наш отец? А кем есть наш отец? Бог. Бог, да? Значит нас должен воспитывать Бог. Значит нас должен воспитывать Бог. Правильно? Конкретно поднимите, чтобы сказать, я видел Бога. Я видел на медитации. Нет. Вот так же. Отец подходит и вам что-то говорит, объясняет и так далее. Видели ли мы? Нет. 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 Теперь давайте так. Хорошо. Хорошо. Попытаюсь объяснить. Я так понимаю, что в Польше химия тоже проходит, правильно? Понимаю, что химию тоже учите в Польше. Правильно. По крайней мере, если мы все это быстро забываем, но есть один закон, который знают все, от старого до малого. Материя не исчезает, она переходит из одного состояния от другой, да? Слышали этот закон? Слышали, да? Да. А вот теперь я вам продемонстрирую, да? Смотрите, вот беру листок бумаги, если я к нему поднесу спичку, в какое состояние он перейдет? Огонь. Огонь. Да. Уважно помните. Пепел. Ну, пепло сгорит, я разотру на пальцах и все, правильно? А сама бумага куда идет? Сам папир. Попил, то я разотру в пальцах и сникнет. А сам папир, в дым. Что вы видите, когда бумага горит? Что вы видите, когда бумага горит? Мы видим свет, правильно? Видимый свет вон. Да? Так? Теперь второй момент. Что в этом мире не горит? Что в этом мире не горит? Я имею в виду вот этот физический мир. Камень. Камень? Вы знаете, в моем присутствии, ну, мне приходилось видеть уже своими глазами ядерные взрывы, да? И от камня ничего не остается. И от камня ничего не остается. Лавится. И... Лавили, да? Понимаете? Стоит гора, а потом нет горы, понимаете? Все уходит во горы. Все уходит во горы. Свет. Свет. Получается, что все, что есть... А вот интересно. Мне иногда приводят пример, что вода не горит. Странно даже, что у вас как-то промолчали, да? Что такое вода? Водород и кислород. В любом случае, правильно? Горит, да? В любом случае. В любом случае. В любом случае. В любом случае. А теперь давайте вам еще один момент, где-то с другой точки зрения подойдет, да? Вот смотрите. Весь этот мир, он состоит из вещества, правильно? Вещества, ограниченное количество. Молекула всего лишь 60 000 номинований, а каждая молекула состоит из атому, их всего 114, но каждый атом состоит из всего лишь из трех штук, протон, электрон и нейтрон. Получается, что все многообразие этого мира, что вот этот мир бумаги, что мое тело, что ваше тело, что вот это все, оно состоит из протона, нейтрона, электрона. Если вы помните, может быть, есть такая поговорка была раньше, да, что наш мир стоит на трех штуках, слышали, да? Вот это есть три штук, которые стоят мир, протоны, электрон и нейтроны, из них состоит все. Ну что такое протоны, электрон, нейтрон? Вот когда их пытаются понять, о чем он, их сталкивают в камерах, вспышка света, они исчезают, просто свет. То есть получается, в основе нашего мира лежит свет. Получается, что все, что мы видим, и сами по себе мы, да, мы тоже светом, правильно? Ну что такое свет? Но что такое свет? Свет это Бог. Свет это Бог. Еще раз прошу, видели вы Бога? И еще раз пытаюсь, что видели вы Бога? Это значит, что мы все время видим Бога. Все время, абсолютно правильно. И ваш муж это кто? И ваш муж то есть кто? На счастье у меня нет мужа. Что? Да. Было, да? Было. А почему вы? А почему вы такие? А почему вы такие? Длинная история? Длинная история. Длинная история, не важно. Но вы ушли от кого? От Бога отшла? От Бога отшла. Получается от Бога, да? От Бога отшла. То есть вы не услышали то, что вам муж пытался объяснить, да? Бог пробовал в эту мату. Услышал он дуже поздно. Услышал очень поздно. Намного позже. Вы не поняли даже, вы не услышали, я потом объяснял. Вот смотрите, получается, если это так, да, что наш мир и есть Бог, и это есть. И все тогда, получается, все наши отношения с кем бы то ни было, это всегда отношения с Богом, правильно? И всегда Бог меня окружает. В образе людей, там, природы, того, другого, третьего. И пытается мне что-то объяснить. Только мы глухи, слепы, и никто нас никогда ничему не учил. И этому нас никто не учил. Сейчас я попытаюсь вам объяснить на одном примере, хорошо? Чтобы вам было все понятно, как происходит. И что происходит в нашей жизни, да? Что в нашем жизни, да? Вот я тогда немножко разобрался во всем этом. Ко мне начали идти люди. Ну, за помощью. У кого-то что-то болит, у кого-то что-то это самое, да? И вот однажды ко мне приходит женщина. Не приходит, ее принесли. Принесли, положили меня в доме на диван, потому что она не могла ходить. Принесли, положили у нее в дому на канапу, потому что она не могла ходить. Как потом выяснилось, у нее было 10 операций, и врачи после 10 операций сказали ей, что мы не можем с собой больше ничего сделать. Ищи кого угодно, ищи бабушку и так далее, попытайся, может быть, тебе поможет. Ей подсказали, что она пришла к дедушке. Начали мы с ней говорить. Но дело в том, что мы пытались понять вот эти вещи. Примерно несколько лет до этого постоянно, постоянно, ну скажем так, я искал ответы на все вот эти вопросы. В ее жизни, как бы, несколько лет назад, шукали мы ответы в ее жизни несколько лет встыше. В конечном итоге Бог привел меня на Дальмены вместе с семьей. Ага, то есть вы отдельно искали ответы, а не тоже мне речь? Нет, 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 я это все-таки не говорю. И меня Бог доprowadил до Дальмены. Вы знаете, что это Дальмены? Так? И познавая через Дальмены уроки, получаемые уроки. Познавая себя, мы обрели разные способности. Вот дочь у меня, она художник по образованию. И она научилась рисовать, видеть и рисовать суть человека. Суть проблемы, болезни там и так далее и так далее. И все это изображать в рисунке. Я не художник, я могу просто увидеть душу каждого и объяснить, понимаете? Но вот когда пришла эта женщина, мы начали, я попросил ее нарисовать ее болезнь. И нарисовать на образку, таким простым, своим, коробой нарисовать. Я в двух словах объясню, что это такое. Но можно очень долго говорить, какой я плохой человек, да? А можно взять и здесь нарисовать морду козла и показать, да? А можно тут нарисовать морду козла и... И вам будет все понятно, правильно, да? Да. Вот таким образом я ее попросил, нарисую ее проблему, да? Нарисую ее ногу, вот смотрите, вот это ее нога, вот этот рисунок, видна, да? Ну нога страшная, это колено черное, у нее началась генгрена. Ну генгрену вы знаете, ни один врач еще не вылечил, есть ее способ потихонечку, по кусочкам отрезать, да? Не вылечил, по калаху отчинаем тело. Вот это же самое. Это дальше, это по мере того наших разговоров с ней, да? Вот ее нога. А я ей объясняю. Понимаешь, родная, вся причина твоей болезни в том, что ты не любишь пьяков. Я по очереди сейчас буду рассказывать, как это все работает, хорошо? Вот смотрите, дочь нарисовала, попросил дочь нарисовать состояние ее души, причину болезни, посмотрите. Что вы видите? Что вы видите? Рюмка, видно, да? Рюмка, да? Вот это вокруг кружки, вот красные некоторые, да, вот эти черные и так далее, но кружки, вот это все родственники. Все округлики, которые ее окружают. Внутри видите вот этот камень гноящийся, да? Мы все, вот мы говорим, да? Да, у этого человека есть камень за пазухой, да? Это наша боль, это наши обиды. Понимаешь, каждый носит камень за пазухой, обиды, боли, суждения и так далее, правильно? И вот смотрите, вот эта стрелка вниз, эта душа уже уходит. Она очень четко понимает, что она умирает. Она очень четко понимает, что она умирает. Ну и как последняя надежда, ее пришла ко мне. Это моя самая, самая первая, скажем так, пациентка. Одна из первых пациентов, на которой я учился и ее учил. Что произошло? Я ей объяснил, что причина болезни – это ненависть пьяниц. И начали разбираться. Оказывается, что она родила семья пьяниц. Почему? Вот мы все говорим, да? Что дети рождаются ангелы, да? Так ли это? Так. Вот смотрите, придет конец, правильно? Придет время нам всем уходить. Я не говорю умирать, я говорю уходить. И дело в том, что когда мы уходим, мы снимаем одежду, это наше тело, правильно? А человек, то есть душа, наши чувства и наши мысли, уходит ко дцу, правильно? А что такое чувства и мысли? Это наш опыт наработанный вот здесь, правильно? И с нашей ненавистией, с нашей любовью, мы все уносим как суп, правильно? И с теми же чувствами, с той же ненавистией вы возвращаетесь на землю, или на второй год остаетесь, продолжаете, или в следующий класс, правильно? Но если вы где-то когда-то посмотрели на пьяницу и сказали плохо, Если вы когда-то посмотрели на пьяницу и сказали, что это плохо, Вот мысль, это плохо, вы рождаете ненависть. Пусть ее немного, но вы ушли с этой ненавистией туда, Там вас не освобождают от нее, вас снова посылают сюда, иди учись, иди учись. И девочка рождается в той семье, где она должна увидеть свою душу. То есть она рождается в семье пьяниц. Ну давайте ребенку объяснять, что это бесполезно, да? Но закон устроен так, если у тебя есть ненависть к тому, к тому, к тому, ты попадаешь именно туда, чтобы научиться любить то, что ты ненавидишь. Вот она рождается, да? И дальше папа начинает ее учить. Он каждый день или через день приходит пьяный. Что делает девочка? Нормальная ее реакция, папа, ты плохой, ты поступаешь плохо. Значит ненависть у девочки растет. Ненависть рождает. Это примерно сейчас я попытаюсь объяснить кто-то. У нас выключен нарисован. А то экран, да? Я смотрю. У нас есть... Ладно, я сейчас... Сейчас, сейчас, сейчас. Я у меня есть ничего нарисовать и... Народу мало, но хватит маленьких рисунков. Сейчас я вам нарисую. Вот смотрите, если взять человека, так образно, да? Если так взять человека... Вот например... Ну так совершенно... Вот прошу вас так, я люблю, правильно? Но я не люблю пьяность. Я кохам. А тут... Я не кохам. Ненависть пьяница. Абсолютно гармонично будет, правильно? Не люблю дураков. Значит рядом со мной будет дурак, да? Вот у нее в частности пьяность, правильно? У нее конкретнее пьяность. Не люблю. Ненависть разсорит. Ненависть. Ненависть в душе становится больше, да? Ненависть robi się больше. Значит папа вынужден... Правильно вы сказали, зеркалит. Он должен показать, сколько же у нее ненависти сейчас в душе. Правильно? А чем папа пьет больше, правильно? Чем больше она осуждает, тем больше она осуждает, тем больше она осуждает, пить папу, пить больше и больше и больше. Правильно? То же может быть не цурка, а жена. А? В смысле, это может быть и жена на месте цурки. Давайте так, я вам сейчас рассказываю пример, а вы проверяйте этот пример, каждый на свое событие. Это не обязательно пьяницы касается, это как пример, потому что он у нее живой. Понимаете? Вы смотрите свое и сверяйте с этим. Смотрите, что происходит дальше. Ненависть уже настолько много у нее в душе, да? Что папа уже просто не может ее отразить. Она вмещается в него это самое. То есть его обязанность, вот как отца, а это и есть отец, это и есть бог, да? Он что делает? Он обязан показать ей насколько она ненавидит, правильно? Но не может он уже сам. Конечно, в итоге он пьяный и сбил ее и выгнал из дома. То есть, если вы с нашей точки зрения, вот теперь еще смотрите. Папа не справился с тем, чтобы ей показать насколько она ненавидит. Не смог объяснить, что так жить нельзя. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Выезжал из дома, девочка пошла ей 14 лет. Она пошла ей 14 лет. Она пошла в жизнь, она начала мечтать о другой жизни. Я так жить больше не буду. Никогда рядом со мной больше пьяницы не будет. Но давайте так, папа из ее жизни ушел, да? Папа рядом нет. Она изменилась. Она какая была, такая и осталась, правильно? Как ненавидела пьяниц, так и ненавидит. Как ненавидела пьяков, так и ненавидит. Она закончила институт. Очень долго подбирала мужа. Через 10 лет она вышла замуж. Действительно не пьющий инженер, все это самое. Ну, потом мы с ней долго беседовали, и когда она поняла, она мне рассказывала. Да, вот этот период, когда она была одна, она закончила институт и говорит. Я говорю, не понимала, ведь мне же отец рассказывал и показывал, что я не люблю ее. Она работала бухгалтером, а раньше компьютером не было, там на косточках все шелки, если помните, да? И всегда в Бухгалтерии сидело много народу. И если пришел человек подвыпивший, он обязательно садился к ней. Он всегда приходил до ней. Подсиадал до ней. Если говорить, что сяду в автобусе, и кто-то пьяный заходит, он обязательно сядет возле меня. Но она не обращала на это внимания, а ненависть продолжала расти. И каждый раз, когда она говорила, когда она говорила, это плохо, ситуация делала шаг к ней. И в конечном итоге она пришла к ней домой. Муж спился. Понял, да? То есть отец пришел к ней домой и опять говорит, смотри, ты ненавидишь пьяных. Что она делает? Она исполняет свои мысли. Я говорю, что со мной пьяных не будет. Она обращает мужа. Понял. А ненависть растет. А ненависть растет. Что тогда происходит? Она родила двух сыновей. А он родила двух сынов. Дети уже взрослые. Дети уже взрослые. Один сын, второй сын. Спивается один сын, спивается второй сын. Поняли, да? Ясно? Спиваются. Дальше что происходит? Они женятся оба. И оба женятся на алкоголичках. И вокруг нее получаются одни алкоголики. И близкие, соседи алкоголики, родственники алкоголики. Самые близкие люди. Самые близкие люди. Алкоголики. Вы представляете, какая у нее жизнь? Мы боимся ада там, да? Мы боимся там аду. А она создала ад в своей семье, правильно? А она строила ад в своей родине. Уловили, да? Уловили. Что делать дальше? А дальше смотрите, что происходит. Каждый раз, когда она говорит это плохо, мы все говорим так. И всегда за этой мыслью в паре идет вторая мысль. За что меня так? За что меня так? Согласитесь, да? Любая ситуация, которая нам не нравится, называет целый ряд мыслей. Мы осознаем одну, как правило, две. Их несколько. Вот возьмем только вот эти две, да? Это плохо, за что меня так? А вот за что меня так рождает боль. А за что меня так родит боль. Сначала душевную. Первый души боль. Ну это душевная боль, проходят годы. Душевная боль копится. И меняем лета, та боль души разрастает. Потом она начинает проявляться опять же через тело. И эта боль начинает проявляться через тело. Появляется болезнь. Появляется болезнь. Понимаете, что я говорю, да? То есть физическая болезнь, это количество душевной боли, который забрал себя в целом наших жизнях. В результате неприятия тех уроков, которые дает мне отец. В результате неприятия тех уроков, которые дает мне отец. Ведь это ж передо мной стоит Бог. Перед мне и объясняю так. Перед тобой стоит Бог, да? Бог для отца, мужа, детей и так далее. Правильно? Сыновых. А приятел тоже? А? Приятел. Друзей тоже. Да, да, да. Окружение тут всякое. Самоотучение. Все окружение в комнате. Каждый из них что-то дает. Каждый что-то вызывает, заставляет думать. Но мы думаем. Как только мы осуждаем, все мы попали. Как только осуждаем, все мы попали. Понял, да? Мы попали, потому что в этот момент рождается ненависть и боль. Причем осуждаем мы не только плохое. Когда мы говорим вот это хорошо, Это тоже осуждение. Потому что когда я говорю вот это хорошо, я подразумеваю, что вот это плохо. Что-то. Понял, да? И жизнь как не повараешься на те, что я не люблю. Понимаете? Уваживаете, да? Мы осуждаем, что это хорошо, а ты понимаешь, что там то зло. И жизнь сразу возвращается тем злым. То есть любая оценка, хорошо или плохо, это есть осуждение. Это есть рождение боли, рождение ненависти. Понял, да? Мы гонимся за хорошим. Мы гонимся за хорошим. Я хочу хорошей жизни, потому что пьяницы плохо, да? И тот же пьяница поворачивается ко мне смотрит. Понимаете? Человек не пьющий становится пьяным. Понимаете? Это касается любых качеств людей, которые вокруг нас. Хорошо. Теперь давай дальше. С ней раз говорю дальше. Кто это перед тобой стоял? И разговариваем с ним дальше. Кто перед тобой стоял? Ведь перед тобой в образе твоего отца, мужа, детей стоял живой. Правильно? Он же тебя пытался объяснить. Дедочка, так жить нельзя. Ты же хочешь быть счастливой? Хочешь. Правильно? Ты же хочешь, чтобы у тебя была нормальная семья, нормальные дети. Но для этого надо их любить. Но ты же их не любишь. Правильно, да? Посмотри, сколько ненависти в твоей души. И папа пришел пьяный, да? Спышка ненависти. Посмотри дальше. Муж приходит пьяный, вспышка ненависти. И дальше, дальше, дальше. То есть не слышишь. И так далее, и так далее, и так далее. За каждым разу выпух ненависти. А вот теперь смотри, я же тебе объяснил, объяснил. На самом деле опять же, это не я объяснил. Так на правда, это не я бы тумачил меня. Это отец тебя опять через меня объяснил. Ну, ойдь, ты тумачил. Только теперь уже словами. Словами, потому что ты ищешь выход. Словами, потому что ты ищешь выход. Ты умираешь и ты ищешь выход, ты хочешь жить. А кто ищет, то там вряд ли. Слышали по словам, да? То есть кто ищет, тому до новых ответ. Да пожалуйста, через меня отец я сказал. Тебя привели. А теперь что ты должна сделать? И теперь что ты должна сделать? И теперь что ты должна сделать? Ведь ты же накопила столько ненависти, значит надо что сделать? Избавиться от нее. Как избавиться? Ведь любое чувство, которое мы переживаем когда-то, в любое время, хоть тысячи лет назад, оно вечное. Но есть такое выражение в Библии. В начале было слово, слышали все? На початку было слово. Вот это было ее слово, да? Я ненавижу, я ненавижу, я ненавижу. Правильно? Я ненавижу. И если продолжить эту фразу, она звучит так. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Вот если ее перевести на современный язык, она звучит примерно так. Слово это наша мысль. Мысль, которая стала сильной. У Бога это у нас, мы же Боги с вами. У Бога, то есть у нас, мы, мы, прежде чем, jesteśmy Боги. И слово было Богом. Бог это же любовь. И слово было Богом. То есть другими словами, мы своим словом формируем у себя чувство любви или ненависти. Это значит, что теперь тебе надо сформировать такое слово, которое бы растворило твою ненависть. Правильно, да? И сформировать чувство любви. И уформировать чувство любви. И уформировать чувство любви. Поскольку ненависть причина твоей боли и болезни, значит, надо ее растворить. Не будет причины, не будет событий. Как это слово будет звучать? Как это слово будет звучать? Ты же осуждала отца. Значит, ты должна попросить прощения, да? Отец прости, что я не видела тебя в мужу своем, в отце своем, мужу своем, в детях своих, в людях окружающих. Прости, что я судила тебя за то-то, за то-то, за то-то. Я понял, что это ты стоял передо мной во время их. Это ты вызывал ненависть мою. Даляя мне возможность увидеть душу свою и измениться. И дальше. Я благодарю тебя за все, что было в жизни моей. За боль, за ненависть, за любовь. Я понял, что ты учил меня любить и думать. И я благодарю тебя за уроки твои. Я принимаю и люблю. И опять перечисляю. Как это? Вот что при этом происходит? Ну, вы уже взрослые люди, вы знаете, как мыть посуду, правильно? Вот смотрите, даже просто так с посуды будет стоять, вот с водой, например, кастрюля стоит. Пыль потихонечку садится, садится, и она на дно оседает. И там образуется такой слой грязи. Вода, она каменеет, правильно? Если стоит долгое время. Вот душа, представьте себе, тот же стакан с чистой водой. Вот эта грязь, которая, это наша ненависть. Далее осадили кого-то, что-то. Капелька грязи, капелька. И осела, мы вроде забыли. И мы запомнили. Вот. И на дакоме жменье мы кидаем грязь, да? Часом гарстями ржуцами в бруд. Вот. И Бог ее накапливается, 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 она начинает разрушать все суть. И начинает нам... Это то, что я вам рассказывал. Все по-другому одесса. А теперь как помыть душу? Вы берете тряпку, да? И начинаете вот эту грязь поднимать. Прежде чем избавиться от ненависти, ее надо поднять. Вот покаяние, это есть та тряпка, которая поднимает ненависть. Просим, как бы вот поднимаем. Поднимается ваша ненависть и поднимается ваша боль. А это значит, вам придется заново переживать все, всю свою жизнь. Но дело в том, что поднимал, в твою церковь приходите, вы каетесь. Прости, прости. Она поднялась. Вы вышли за пределы и снова садитесь. И так день за днем пришли, покаялись и снова села. А что нужно сделать? Представьте, чтобы поднялась эта грязь из кастрюли, а ее надо взять и вылить, правильно? Так вот выливает, вы освобождаетесь от этой ненависти благодарностью. Мера вашей благодарности – это количество ненависти и боли, которая уйдет из вашей души. Поняли, да? И чем больше благодарности, тем меньше ненависти вы будете переживать и болеть, потому что вы будете все поднимать. Поняли, да? А дальше третий час молитвы, если вы обратили внимание, я принимаю и люблю, вы убеждаете себя, что вы любите то, что вы ненавидели раньше. Молитва сама по себе – это убеждение, многократное повторение одной и той же мысли – это способ убедить себя или переубедить. Поняли, да? Вот это дело в том, что молитва у нас идет каждый день. Справа в том, что молитва должна идти каждый день. Что такое душа человека? Это есть по сути сам человек. Не тело, тело всего лишь оберта. Если вы заметите, думайте не тело, а думайте душа. Правильно, да? И мы все время думаем, вот приходит тот пьяница, она говорит, я ненавижу тебя, 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 я ненавижу тебя. И за каждым разом так. Что происходит? Она себя убеждает, что она ненавидит, правильно? Долгие годы повторяется одна и та же правда – я ненавижу. В конечном итоге эта мысль становится сильной. А сильная мысль – это вера. Поняли, да? А поверить дается. Получается, что она убедила себя и поверила, что она ненавидит. Поняли, да? А раз поверила, то это слово становится ее состоянием. То есть ненависть становится ее состоянием. И вот когда она поверила, то это состояние что делает? То есть это… То есть… …то есть… …заставляет людей проявлять его. …та состояние, да? И вот для того, чтобы все это изменить, надо поверить, что вы любите. Треба уверить, что Вы простили, но вот когда она пришла ко мне ей было 56 лет, 38 лет из них она болела, всю жизнь с момента рождения как только у нее появились первые мысли, она осуждала, этих лет у нее, чтобы чуть-чуть пожить хотя бы, у нее просто нет, если она будет 58 лет говорить каждый день по 2-3 раза, что я люблю, ей не хватит времени до конца жизни, чтобы изменить ситуацию и избавиться от боли, избавиться от боли. Не существует интересная методика, она очень простая, для того, чтобы достаточно быстро выйти из этого состояния. Эта методика, ну Вы Путина знаете все, да? Новый Путина? Путина знаете? А че Путина? Да, знаю. А че тогда смеетесь? Я вам приведу пример на нем. Может быть вы не обращали внимания, то наверняка не обращали, да? Но дело в том, что когда его избрали первый раз, его уже трижды избирали. Когда его первый раз выбрали, а его уже три раза выбрали. Инаугурацию он проводил на 41-й день. Он проводил на 41-й день по выбору. Вот три раза в 41-й день. Как это значит? Три раза на 41-й день. Я стараюсь наблюдать за всеми, обратил внимание, почему? През 40 дней, че он делал? Все его поздравляют. Вы Президент, Вы Президент, да? Ну и все остаются сгибаться. Да, я Президент, да? И по многу разу все спешат за свидетельство. Да, Вы Президент, да, я Президент. Да, я Президент, да, я Президент. Что на самом деле шло с овоими дними? Он убеждал себя, что он Президент. Он себе приконял, что я. Вы видели? Вышла молитва. Неосознанная, но молитва. Неосознанная, но молитва. Понятно. Через 40 дней молитва сработала. По 40-ту днях молитва задзялала. Он стал Президентом не по избранию, а по состоянию. Не вегу выбору, только вегу Стану. И стал управлять страной как Президент. Он стал видеть... Своим Панством как Президент. И принимать решение как Президента. И принимать решение как Президента. Ловили, да? Можете сравнить Порошенко. Он на третий день, бегом, бегом, я Президент. Да. Ну, как был Таргашом, так Таргашом. И как был Ханглажем. Понял, да? Так что методика вот эта 40 дней... Смотрите, душа на 40-й день... Когда вы носочки делали, если какие-то, да? Если вы делали налевки... Вы настраиваете 40 дней. Через 40 дней она приобретает... Снимаете эту налевку 40 дней... И по 40-сту дней она так набирает... Даже лекарственную траву вы запариваете, да? Даже лекарственную траву вы запариваете, да? Минимум 40 минут. Это лекарственная трава. Как парим зиоа, то тоже 40 минут минимум 40 минут. И человек, когда змер, он говорит, я умрю, я умрю. На 41-й он еще не живет. Да, 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 да. Я не вернусь, я не вернусь, я наверно увидел эти 40-и дни. А откуда берутся эти 40 дней? Ну, так уже установлено. 40 дней это количество, скажем, повторений, да? Повторений, которые переходят в качество. Поняли, да? Так вот мир устроен, что 40 дней это переход от количества в какое-то другое состояние. Это может быть 40 лет, это может быть 40 месяцев, это может быть 40 дней, 40 минут. Вот, кстати, молитву надо читать, когда вот вы начнете вот такую молитву читать, не меньше 40 минут в день. Мысль надо раскрутить, чтобы она стала сильной, да? Чтобы она набрала силы. 40 минут это время, вот вы прочитали 40 минут, это время, что эта мысль сохранится до утра. То есть, как бы, дает ему силы, чтобы эта мысль сохранилась до утра. По крайней мере, в сутки она будет у вас открутиться, понимаете? Чем-ли-мень, хотя бы в добы она будет у нас скручать. 40 дней вы ее раскручиваете, Юлу, представьте себе Юлу. и такую делать стульку для тю sport с помощью меня. Смотрите, если он будет разокрутить а ещё и между шл anatоком, Другим еще мы стороной за шл ill-мень, да? Смотрите, как у меня их ниже будет. Поняли, да? Она сильная, она стала вашей верой. Ее все слышат и реагируют на нее. Поняли, да? Кстати, чтобы было понятно, наши мысли не в голове. В голову нам приходят мысли, если вы заметите. А вот в нашем месте, на самом деле, они в позвоночнике. Они са в тренгу осу. Поняли, да? Я сейчас примером рисую. Рисуночек такой, простой. Вот если взять нашу душу, она примерно так вот выглядит, да? Вот так вот ум отдельно, а дальше вот такой снежиньок. Слышали такое выражение, у этого человека есть сердце в душе, да? Слышали, что часто говорят о чем-то. Он имеет сердце в душе. Слышал, то есть будет. Слышали? Редце в душе нет. Никаких не мог, чтобы не было. У нас немножко по-другому говорят другие выражения. А, ну я понял. Ну, по крайней мере, вот в России вот эта пословица, она очень такая ходовая. То есть это говорят о сильном человеке волевого, о целенаправленном, то есть человек, который делает то, что он верит, верящий, да? На самом деле это абсолютно правильное выражение. Наша душа, на самом деле, она в позвоночнике. Поняли, да? Вот этот стержень. Вот здесь у нас в голову, в голову приходят мысли, да? До кого приходят мысли? Мы наблюдаем за ситуацией, это не мозг, это ум. Мы наблюдаем за ситуацией, мы описываем что-то, даем оценку. Обсервуем, описываем, даем оценку. Анализируем последствия, да? А анализируем. И повторяем какую-то мысль. Пришел сегодня пьяница, да? Какой-то мысль. Мы же сказали, он поступил плохо, крупный, да? Он заховывал, 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 злёк. Вот здесь крупный. Но дело в том, что голова, это примерно как стартер в автомобиле. Поняли, да? Сам мотор, вот здесь, вот она, мысль, да, и раскрутила эту мысль. Я не люблю пьяниц. Дыр, 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 дыр. Раскрутила за годы, правильно? Потом она уже не думает, потому что эта мысль вот здесь, она стала такой сильной, что она пошла работать. Поняли, она звучит. И на этот звук приходит что? Пьяницы, понимаете, да? Уловили? Вот здесь ненависть, я не люблю. Тут ненависть, я не ненавидзе. И вся эта мысль, вот она пошла, 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 пошла. И все пьяницы приходят. Поняли, да? Я не люблю быть одной, да? Не люблю быть одной. Я хочу замуж. Пошло, пошло, пошла, пошла. Пошли мужики, да? И пошла мысль, пошли пациент. Ну и так далее, и так далее. То есть все наши мысли раскручиваются вот здесь. Мы думаем здесь, а раскручиваем вот здесь. Потому что в голове всегда куча мыслей. Правильно? Но повторяем, а раскручиваем на разных вот плоскостях, на разных уровнях разные мысли. У нас получается позвоночник, а на нем как компьютерные диски, наши мысли, которые касаются всех областей жизни. Поняли, да? И рядом с нами люди, которые проявляют наши отношения ко всем областям жизни. Я понятно писаю, да? А дальше мы думаем, если мы говорим проси, мы как вот барабаны едиские, мы задерживаем, затормаживаем эту мысль. То хамуем эту мысль, раскручиваем новую, да? И эти люди уходят, уходим в новую. А там эти люди отходят, приходят, приходят в следующую. Ну в общем, продолжим дальше с этой женщиной. А то мы так будем отзываться. Я могу до бесконечности это рассказать дальше. Смотрите, что происходит дальше с ней. Ну и увезли снова домой. Она, когда ее принесли, у нее нога была такая вот, заберетована. Она не могла не ходить ничего. У нее тоже глаза два человека отнесли, машину посадили, уехала она. Я ее предупредил, говорю, будет плохо. Когда все будет подниматься, подниматься будет твоя боль. Нас наружу все обостриется. И все насилие боль. Рядом с собой люди с ума посходят, потому что им надо будет показать, что с тобой происходит. Они тебе будут обязаны показать, что в твоей душе поднялось и от чего ты избавляешься. И ты должна запомнить на все вещи, что так больше делать нельзя. Поняли, да? И вот что происходит дальше. И что наступает дальше? Я говорю, тебе плохо сейчас? Приезжай, если можешь каждый день, будем с тобой работать. Она приезжает, а нет, я сначала пропустил одну вещь. Вот это первый рисунок, да? Мы с ней поговорили таким образом, я еще объяснил, включил музыку и 40 минут мы с ней помолились. Вот эту молитву я спросил, благодарю, люблю. Она прочитала, читала 40 минут. У нее поднялась такая боль, она так кричала, она так кричала, что она так кричала, что целая близко сбегла на этот крик. Но в конце этой молитвы, через 40 минут, мы нарисовали ее рисунок. Посмотрите, есть разница? Нарисовали мы следующий рисунок. Смотрите, что произошло самое главное, да? Видите, да? Исчезла вот эта рюнка совсем. Видно, да? Просто исчезла. Почему? Она поняла, почему рядом с ней были пьяницы. Она поняла, почему обо к ней были пьяцы. Она смогла просить, потому что первый крик гитара. Дальше что? Появилась надежда, появилась вера. И обратите внимание, боль, обида, она уходит не сразу. Но вот этот камень, он треснул вот этот, да? Видите, появилась вот эта зеленая веточка. То есть это началось выздоровление души, не тело еще. Это только лишь началось выздоровление души, видите, да? Что происходит дальше? Я ее отправляю домой и говорю, приходи каждый день. Она появилась через неделю. Появилась очень интересная. Я в Новороссийске жил, вы были у меня дома, да? Там горка. Я мешкал в Новороссийске, там есть такая горка. Горка, я почти километры надо подниматься. И правый километр чего еще? Ну, для здорового человека тяжелая ваточка. А для больного, тем более, у которых ноги, это вообще тяжелая ваточка. Я подъезжаю к дому, поворачиваюсь к дому, остановлюсь, там у меня лавочка. А на лавочке сидит эта женщина. А на этой лавке сидит эта женщина. Одна. Я остановился, здравствуйте. Вы как попали сюда? Как приехала? Как приехала? На автобусе. А как в горку поднялись? А как на горку, пани? Пешком. Как на пешку? Она встает, Виктор Николаевич, а посмотрите на мою ногу. Вы знаете, на газете, а синяя еще. Конечно, после вот этого всего синяя, синяя, до черноты, да? Я слышу еще некоторые декуты. Ну, это было впечатление. Но опухоль нет, опухоль спала. А на пешком почти километр смогла подняться в эту горку, да? Ну, я говорю, ну, заходи, рассказывай, что с тобой происходило эту неделю. Рассказывай. И, пожалуйста, мне в таком случае, что произошло в течение этого года? Я, говорит, пришла, я первые сутки не спала. Я только молилась, молилась, молилась. На вторые сутки у меня ушла боль. На другом этапе боль минул. Я, говорит, не все вам сказала, но я, говорит, 10 последних суток я не спала от боли. Ну, представляете, этого человека, когда она ко мне пришла, 10 суток не спала от боли, да? Она мне потом пальцы показывала, там уже косточка вылизовала. Дикая боль, да? Я, говорит, первое, что я уснула. Я сутки проспала, не было боли. Смотрите, что происходит. Отец проси, что делает отец? Отец убирает ремень. Ну, хорошо, боли нет, да? Отец собира пас. Ну, как в любой семье, да? Когда ребенок не слышит, папа раз к нам в глазке внутрь. На четвертый раз он берет ремень. И по одному месту, да? Ребенок кричит и будет бить до тех пор, пока ребенок не скажет. Прости, папа, понял. И тогда отец отпускает ремень. Вот боль у нее ушла. На третий день, говорит, стук дверь. Я поднялась, смотрю, прошла сама до двери. Открываю дверь, стоит младший сын. Открываю дверь, стоит младший сын. Младший сын, трезвый, с цветами в руках. Ну, заходи, зашел. И у нас, говорит, состоялся очень хороший разговор. Мама проси, вот так и так, я был дурак, проси, что я такой, такой, и так далее, и так далее. Я, говорит, настолько одурела, настолько была в шоке. Я опять, говорит, за молитву. На второй день появляется, на третий день уже появляется старший сын. С цветами трезвый. С цветами чешни. Мама проси. Мама выборча. Фух. А у меня, говорит, с ним история такая. А с ним такая история была. У него младшая дочь была. У него дочка была, но моя первая внучка, говорит. Ну, семья алкоголиков. Я забрал ее, поспитываю у себя, чтобы не спать девочку. Я забрала внучку и сама выпила, потому не пили. А его, говорит, три года не видела. А его через три года не видела. Видела только, что он пьяный по подворам валяется. Только видела, что где-то на подворках пьяный лежал. И тут друг приходит трезвый. А, а я еще не все сказал. А еще не все побудил. Младший сын, перед тем, как она появилась у меня, вот она к утру пришла. А он на кануне вечера пришел пьяный и ее избил. През первой встречи появился младший сын и побил ее пьяный. И вот на второй день он пришел трезвый с цветами. Много лет, говорит, не видела трезвого. И то же самое произошло со старшим сыном. Пришел тоже трезвый с цветами и так далее. Потом приходит мама девочки, которая ни разу в жизни, как я не видела трезвого. Можно ли я погулять с дочкой? И никогда она ее не видела трезвого. И та сына она спрашивает, что могу на спacer пойти с сырочкой? Я, говорит, сначала испугалась, а потом чего я боюсь? Первое, что я боюсь. Ведь это же Бог пришел ко мне и просил девочку погулять. Правильно? Я, говорит, отдала. И она первый раз в жизни, говорит, когда вернула ребенка, она первый раз в жизни вместо водки купила кулечек конфеты и подарила ребенку. И вот эту неделю, каждый день к ней приходили люди, которых она ненавидела за то, что они били. Все приходили трезвые. Я, говорит, не могла поверить. Ведь я молилась, молилась и молилась… И ко мне шли, и шли, и все углевали, общения заст 하나 더, и все приходили засвидетельствовать. Что они свидетельствовали? Они свидетельствовали не то, что она не бью, а то, что она изменилась. Поняли да? То есть смотрите, что происходит, освободившись от пьяниц, она освободила их от необходимости пить. Она увольняла их от потребности пить. Смотрите, что мы все зависимы, да? Я что-то ненавижу, я заставляю человека рядом со мной делать то, что я ненавижу, и освободившись от недостей, освобождаю их от этого. Они становятся свободными. И увольнившись от ненависти, я увольняю их. Они становятся свободными. Что происходит еще? Проходит где-то... Проходит еще где-то месяца три. Три месяца постоянной молитвы. Посмотрите на ее рисунок. Три месяца постоянной молитвы. И тут есть образ ее души. По трех месяцах. Видите, да? Насколько изменился человек, камень боли и обиды ушел. На иллюзменилась особа. Не ма каменя. Радостное состояние. Состояние любви. Мы сделали этот рисунок и теперь говорили, вот теперь ты можешь идти к врачу. Пошла она к врачу. Открыла и говорит дверь. И первое, что он произнес, вы еще живы? Вот поверьте, с того времени прошло уже 18 лет. Жива, здорова. Дети не пьют. У них прекрасные отношения. Уловили, да? А надо было что? Изменить только лишь свои чувства. Больше ничего. Поняли, да? Ясно. То есть смотрите, вот многие говорят. Вот как я не спрошу, что такое Бог все. О, он творец, а мы сотворцы и так далее. Мы не творим. Мы вытворяем. Да, мы творим свою жизнь, свои мысли, да? Но как мы творим и пожинаем теплоды. Поняли, да? А вот смотрите, как работает мысль. А посмотрите, как работает мысль. Вот меня однажды позвали, ведь суть человека это мысли и чувства, правильно? И когда я разбираюсь в чем-то, мне отец всегда кого-то подводит, чтобы на его примере я до конца понял. И вот однажды меня пригласили в Краевой центр. Там мальчика парализовало, ну 22 года парня. Он только женился, родился ребенок. Ну пошли они на реку, Кубань, там есть такая река, да? Он с берега нырнул и упёрся головой в ногу. И сломал шейный позвонок. Врачи восстановили ему позвонок. Лекарцы срегеновывали ему круг. Спиной мозг не порвал. Мозг не был разорван. Он может стоять, но не жить. Я начал разбираться и так и так. Ну я могу заставить человека встать, но смысла в этом нет. Я могу вылечить, тоже смысла в этом нет. Могу вылечить, тоже нет. Знаете, мне очень нравятся интернационалы, если может кто напомнит эту песню, да? Там есть хорошие слова. Никто не даст нам избавления. Ни царь, ни бог и ни герой, да? Ни царь, ни бог и ни богатер. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Это как раз тот случай. Никто человеку не может помочь, кроме него самого. Потому что все равно все вернется. Потому что все так вернется. Если сам человек не поймет и не уберет причину. И сама не зликвидует этой причины. Ну давай разбираться. Как же так вернется? Почему получилось? А он поздний ребенок в семье. А он есть в очень трудном детском родине. Естественно, что с ним все носятся, да? Любое его желание и любая его прихоть мы наверное исполнялись. Ну говорят балованный ребенок, да? В конце концов у него зарождается мысль и становится устойчивым. Мне не надо ничего делать. Все, что я захочу, будет исполнено ими. И все, что за праздник будет через него выполнено. Мысль стала сильной. И она сработала. Он ломает шею. Он лежит. Ничего не делает. И все вокруг него вернется. Все, как он хотел. Понимаете? Ловили, да? И пока он сам не захочет, встать. Он не встанет. Он не встанет. Но он привык, что вокруг него все крутятся. Он не хочет этого лишаться. Он не хочет этого лишаться. Поэтому он никогда не встанет. Понимаете? Ловили, да? Потому что если он встанет, надо что-то делать самому, а он к этому не привык. Понимаете? Ну вот когда я это разобрался, я тогда отца спросил. А вы знаете, я к этому времени начал слышать отца, да? И он сказал такую фразу. И он сказал мне. Ничто не может противиться воле моей, но даю я по воле вашей. То есть смысл этой фразы очень простой. Любая наша мысль всегда исполняется. Важно, чтобы она была сильной. Важно, чтобы она была сильной. Важно, чтобы она была сильной. А мы не понимаем, мы всегда... А мы не понимаем. Мне тоже отец сказал один раз эту фразу, И я сразу, через пару лет я начал сравнивать все. И он сказал еще одну такую фразу. Думайте, прежде чем что-то сделать. Дважды подумайте, прежде чем что-то сказать. Ну, трижды подумайте, прежде чем что-то подумать. Прежде чем что-то подумайте. Почему так? Когда я что-то делаю, я вижу, правильно? Я могу исправить. Когда я что-то говорю, я слышу. Я тоже могу попросить прощения. Или еще что-то. Ну, на мысли свои мы не обращаем внимания. А они исполняются и между исполняем... И тем, что я подумал всегда проходит какое-то время. И мы не связываем то, что с нами происходит с тем, что я думал как-то. А они понимаем и начинаем винить одного, второго, третьего и так далее. А они понимают, что мы начинаем всех винить на ок. одного, другого, третьего и так далее. А это правда, целая причина в нас. Вот я однажды смотрел, когда я это понял, я посмотрел передачу по телевизору. И там было интервью со спортсменкой Мухиной. Может быть, кто-то помнит. И был вывод с такой спортсменкой. Четырократной миссарией света Мухиной. Да, о том, что она как-то тихо-тихо сошла с сценой. И никто не знал почему. О предсмертном интервью она рассказывает. През смертом, да. Она взорвалась с турника и сломала спину, позвоночник. И такую фразу она произнесла. Я всю жизнь хотел отдохнуть. Вот 20 лет лежу и отдыхаю. Почему так произошло? Вот по ее воспоминаниям она начала заниматься спортом, гимнастикой в частности, с 5 лет. Вот представьте себе ребенок, 5 лет, да. Хочется в песочнице поиграть. А ее мама вешает на перекладке. А потом подрастает, да. Хочется познакомиться, хочется погулять, там кафе, там то, да. А ее на перекладке, правильно, да. Да по много часов в день. И в нее рождается мысль бросить бы все и отдохнуть. Но она же не знает, как это будет, правильно? Мы же не можем все предусмотреть. Мы только учимся думать, правильно? И вот нас Бог таким образом думает. Хорошо, хочешь отдохнуть, пожалуйста, да. Хлоп, позвоночник, сломальный, что отдыхай. И думай, почему ты? И себе лежишь и думаешь, почему? Попал, да? Дальше что смотреть. Вот у меня была одна женщина. Она живет в Пензе. Ей 36 лет, она развилась, лет 15 не могла выйти замуж. Ну давай разбирайся, почему ты не можешь выйти замуж? Ну не любила мужа, не любила. Первое. Как ты рассталась? Ты же рассталась с мыслью. Мне такие мужчины не нужны. Рассталась с мыслью. Таких мужчин не нужны. Правильно? Ну давайте так. Теперь ты подходишь к книгу, например. А он слышит, душа слышит твои мысли. А душа его слышит твои мысли. А у тебя мысль, мне такой мужчина не нужна. Подходишь к другому. А твоя мысль звучит, мне такой не дума. Ты подходишь к четвертому, мне такой не дума. И люди разворачиваются и уходят. И ты одна. И ты одна. И ты одна. Правильно, да? Все просто дальше почему. Дальше ты кричишь. А давай кричишь. Отец дай мне мужа, я хочу замуж. Я хочу замуж. На кого ты похожа? На капризного ребенка. Правильно? Дай мне, дай мне, дай мне. Дай мне, дай мне. А как успокоишься? А как успокоишься? Папа, я хочу. Ну как будет, так будет, да? Это если по-другому объяснить, как мысли сработают. Понимаете? Мы все что-то хотим, правильно? И вся наша жизнь это желание. Вот представьте себе нашу стрелу, наше желание в образе стрелы, который вы на тебя поставили. В образе стрелы, который вы на тебя поставили. Это дальше мишень. Это там мишень, то чего вы хотите достичь. Вот вы тянете, тянете, тянете. Попадете вы. Никогда в жизни. Или тетива порвется, или вы встанете и опустите. Правильно? Для того, чтобы достичь цели, надо единственное, что отпустить эту стрелу. Правильно? Вот мысль точно та же. Я хочу, я хочу, я хочу. Но да будет воля твоя. И стрела пошла. Уловили, да? Я ее научил, как молиться, как это. Дал молитву. Через полгода приезжаю. Виктор Николаевич, вы меня просите. Я говорю, что такое? Прошу. Выбачить меня. Я читала вашу молитву. Я вышла замуж за брали. Но просите, я чуть-чуть изменила молитву. И что произошло? И что произошло? Что как-то изменило? Я добавила, я хочу серьезных отношений. Я добавила, я добавила, я хочу серьезных отношений. Ну, в понимании женщины серьезные отношения это что? Это печать в паспорт. То я замуж. Маши печать поставила, да? Маши за моши печать поставила, да? Маши полгода живем, но полгода живем. У нас абсолютно серьезные отношения. За полгода не было ни одной улыбки. Мысль исполняется буквально, разошлась она и с ним, через год опять приезжает, она подходит Виктору Николаевичу, но говорит, вы даете, я говорю, что случилось, вы знаете, мысль работает так. Я никогда бы не поверил, но вот посмотрите, сидит, я ведь размечталась о том, что с таким не хочу, я хочу, чтобы он был красивый, молодой, сильный, и показывает мне из-под движка, там на последнем году сидит парень, вот такой, бицепсы, вот как шварцегр, чистый, завитой, скучалявый. Такие короткие шорты, подарные такие, крем и кремом маржет руки, красивый, сильный, молодой, когда хотела, но лентяй. Поняли смысл, да? То есть смотрите, ну просимил, это я просто мысль, как работает мысль. А как просимил, как мы сходимся, как расходимся, почему происходит то и другое, то мы давно поговорим, хорошо, я сейчас не буду углубляться. Вот я вам сейчас рассказал в двух словах, да, что собой представляет наша жизнь, наш путь, да, наш путь это к Богу, а Бог это любовь. И к состоянию Бога мы идем через что? Через свою ненависть, да? Для того, чтобы научиться любить, это наши уроки, все, что мы ненавидим, все перед нами, учись, учись, учись. Понятно, да, и в конечном итоге мы должны пройти этот путь и каждый должен стать Богом. Как работает мысль и как работает чувство, да, чувство проявляется в нашей жизни, да, мысль наполненная этим чувством, да, создает новое чувство или растворяет, меняет, да, или усугубляет то, что есть. А как дальше это, да, что такое семья, это дальше развитие, и что такое дети, какую роль. Дело в том, что смотрите, я вам сегодня рассказал только две вещи. То далее я уже помню. Я вам по-друге сейчас говорила две вещи. Смотрите, как можно понять себя, первое, по эмоциям. Как можно себя сразумить? Первое, по-друге эмоции. Второе, это по чувствам, которые у нас вызывают люди, да? Каждое чувство, которое у нас человек вызывает, это есть мой очередной урок, который я должен изучить, поднять и изменить свою жизнь. И третий урок, который я вам дам, что нас заставляет делать, это наша боль. Если бы не было боли у этой женщины, она бы не пришла, не спросила, не поняла бы и не выздоровела бы, правильно? И у нее бы в семье продолжался этот взрывандарт. И ее жизнь, она как жила, она бы так жила. Но она смогла это сделать, могла это сделать, она могла это сделать, понимаете? Дело в том, что всё, что я расскажу, что все, что я расскажу, если вы думаете, что это так просто, теперь вы все знаете, если я вас расчарую. То, что вы меня слушали, через 20 дней практически растворится, через 40 дней вы об этом даже вспоминать не будете, понимаете? Почему? Объясню одну простую вещь. Вот космонаты летают у нас, да, они летают где-то на высоте 400 с лишним километров. И дело в том, что они вынуждены писать в течение дня все, что они делают. И на земле каждый там специалист пишет, 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 что они делают, оценивает каждый шаг, каждое слово. Почему? Они через 2-3 часа не помнят совершенно, что они делали, о чем говорили и так далее. Почему? Очень просто. На этой высоте нет магнитного поля. Нет магнитного поля, значит не фиксируется мысль. Они не помнят. Поняли, да? Для того, чтобы вы не забыли то, о чем я вам говорю, значит вы должны периодически повторять. Поняли, да? То, о чем я говорю, вы часу-часу можете повторять то. Через 40 дней все забывается. За 40 дней. Вообще ничего не помнится. Поняли, да? Поэтому как минимум раз в 20 дней вы должны хотя бы вспомнить то, о чем я вам говорил, да? А не даст вам забыть, знаете что, попытка прожить так, как я говорил. Я вам сейчас дал знание, но они и останутся знания, они пустые, пока вы не проживете то и так, как я говорил. Поняли, да? У меня были специалисты, ну как, люди, которые изначально со мной жили, работали вместе, вместе там занимались, приходили ко мне каждый день, беседовали, 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 да. Но мы беседовали и я делал так, как я говорил. А они слушали, разговаривали и все это оставалось вот здесь, да? Ну вот однажды ко мне пришел один товарищ... И одного раза прошел до меня один коллега. Ну, у него была большая проблема. У него была большая проблема. Вытащили из петли и его привели ко мне, так надо помочь, не дать человеку снова повесить. Но я с ним поговорил, он вроде понял, стал ходить ко мне каждый день. Через год он приходит уже с новой женой. День в день с тортом, Виктор Николаевич, спасибо. У меня сегодня день рождения. А я знаю, что у него день рождения через два месяца. А вы знаете, я год назад родился, когда к вам пришел. И только сегодня я понял, о чем вы мне говорили год назад. Проходит три года. Он опять приходит с тортиком. Та же фраза. Виктор Николаевич, я наконец-то понял, о чем вы мне говорили три года назад. Ну понял, хорошо, спасибо. Проходит семь лет. Опять тортик. Опять та же фраза. Проходит 14 лет. Снова. Прошло 18 лет. Опять Виктор Николаевич, наконец-то я понял, о чем вы мне говорили. 18 лет назад. И вот сейчас мне звонят позавчера, там ребята аж смеялись. Парень там на занятиях встал на колени, Виктор Николаевичу. Наконец-то я понял, что надо молиться. И се смеял, что на занятиях один молодой человек встал на колени и говорил, прошу приказать Виктору Николаеве, что я зразумела, как надо се модлить. Он всего лишь слушал, понимаете? Он только слушал. Но ничего не делал в своей жизни. Ну представьте себе, вышел замуж, вот это, вернее, женился. Представьте себе, первый раз переспали женой через 18 лет. Хотя говорила любви, хотя сочин, хотя сочин и так далее, понимаете? Очень простая причина, понимаете? Жена ненавидит грубость, понимаете? А он грубый сам по себе. Она его не приемлет, а он меняться не хочет, понимаете? Жена не любит грубости. И только когда начал молиться, он изменился. Он убедил себя, что он любит, да? И вот первый раз он переспал себе, понимаете? Так жена мне звонила и плакала, Виктор Николаевича. Что же вы ему раньше не объяснили? Ну как я могу объяснить, если человек не слушает, понимаете? Как я могу объяснить, если человек не слушает, понимаете? Как я могу объяснить, как человек не слушает? Это только лишь дело самого человека, поймите правильно. Я свое прошел, да? Я свое. Я могу вот все, что я рассказываю, я свой опыт рассказываю, понимаете? А уж идти так, делать так или не делать так, это воля каждого человека, правильно? То есть воля каждой особи. И потом еще один момент, смотрите, что происходит. Каждый раз, когда вы решаете любую проблему, любую проблему. Значит, опять же, смотрите, вот если на бумажке нарисовать. Если образно нарисовать человека, я две круга такого нарисую, яйца, да? Вот вокруг нас мир, да? Мир Бога, мир любви, правильно? А мы находимся как в коконе. Вот этот кокон, это ненависть наша. Мы закрыты от этого мира, да? Своим страхом, ненавистью. Если я ненавижу что-то, значит, я этого боюсь. Я стараюсь закрыться от этого, правильно? Если я ненавижу чего-то, я стараюсь его замкнуть. Я не вижу этого мира. Я не вижу этого святоя. Я на самом деле не вижу, что происходит. Я так на правде не вижу, что происходит. Ну вот я решил, например, какую-то грань отношений с семьей, с женой, да? Вот в этой части я открылся этому миру, правильно? То есть я люблю, значит, я люблю, значит, в этой части я открыт этому миру. Я решил эту проблему, да? Я открыт этому миру, правильно? В этой части мира. Вот это, вот это, да? Правильно? То есть чем больше я открываюсь, тем больше я люблю, тем больше я вижу и понимаю, правильно, да? То, что скрыто от меня вот этой вот стеной моей нервности, правильно? И в конечном итоге вот это все уходит и открыт этому миру полностью, да? То есть появляются способности, те, не те, которые у меня как человека. То есть я становлюсь частью Бога, правильно? Это значит его видение, его силы, они становятся моими, правильно? Я могу видеть, понимать, чувствовать так, как Бог. Когда первый раз у меня это получилось? Когда первый раз у меня это получилось? Получилось странно. Ну, я, может быть, немножко расскажу, да, если хотите, да? У нас до какого времени? Ну, вообще, нет, у нас, ну, можно сделать перерывчик небольшой, как бы так, и потом... У нас бесконечное время, дорогая, все зависит от вас. Так я могу бесконечно, только... Нет, ну, просто что... Нет, ну, просто так долго, как бы, ехать, да? Уж лучше сколько вы можете, мы готовы. Я могу сколько времени сейчас уже? Сейчас 12.10. Это сколько мы уже занимаемся? Ну, мы, наверное, после 10 начали, да? Два часа. Это вообще беда вам? Два часа. Давайте так, я сейчас это договорил, да? А потом мы сделаем перерыв, а дальше давайте так, любые вопросы на любые темы, хорошо? Подчеркиваю, любые вопросы на любые, любые вопросы. Хорошо? Только, ну ладно, потом, хорошо. Смотрите, когда время пришло, знания накопилось, мне потребовалось... О, я забыл, что я перевозил. Нет, 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 нет. Появилась потребность поделиться. Ну, ко мне стали приходить люди, а вот мало... Так вот льет, вот хочется, это самое. Мне одна вещь так. Видишь, что я говорю, Виктор Николаевич, вы будете писать книги. Ну, я рассмеялся, думаю, какие книги. Я все, что касалось литературы, истории, я без шпаргалки не мог это самое написать. Математика, это все запутся, да, а здесь у меня гуманитарное, ну, не шло. История, там все ложь, если брать литературу, ну, опять, ну, не шло. Вдруг книги, я рассмеялся, думаю, ладно. Ну, пошел на работу, у меня работа суточная была. Прихожу с работы как-то после суток, вставший, ну, жена пока кофе там готовила. Заним жена прирубе, сделала мне каве. Я сидел на диване, так, после суток, ну, физическая работа тяжелая была. Он после суток прикормил, да? И вдруг вижу перед собой, появляется два силуэта, потом очень четко внесывается. Вижу фигуру Иисуса и вижу фигуру Божьей Матери, да? Иисус подходит ко мне и протягивает руку, отдайся. И я так говорю, что я тебя должен отдать? А он стоит молча, вот я слышу тебя отдай. Отдай. Я опять что-то вот думаю, как это, что я могу, потом дошло уже на третий раз, когда он сказал, дошло, дошло, так? Протягивает ему сердце, это самое. С него так лохмотья висит, кровь течет, да? Такой неприятный. Он берет сердце, отходит назад, вперед уходит Божья Матерь. И протягивает мне красную розу. Я взял эту розу и она исчезла. Ну так, очухался, думаю, что это было. Ну, а красная роза, это оказывается... А червона, рожа, оказывается, что это... Вот в церкви рисуют на иконах Божьей Матери с тремя видами роз. Красная, белая и желтая. И вот красная роза, это оказывается знак любви. И червона, это знак любви. Она с боли родится любовь. Белая роза, это радость. Белая роза, это радость. А желтая? Желтая роза, это слава. То есть слава. Ну вот красную и желтую мне давали уже, да? Ну червона и желтую. А желтую я сам не хочу, думаю, не надо. Червона и белая мне уже давали, а желтую сам не надо. Это чревато последствия. Ну вот, ладно, ушли они ушли. На степско. Ага, ну я... Ну они пошли, а я... Проходят где-то... С недели после этого. Кстати вспомнил, да, у меня даже резина здесь есть. За пиджень? По этому выдержанию? Я попросил дочь... Попроси Максимка. Нарисуй мне мою судьбу. Она нарисовала, я ничего не понял. Она нарисовала, я ничего не понял. Она нарисовала, я ничего не зрозумела. Вот смотрите, видите, да? Кто что поймет здесь? Кто все тут изразумел? Ну вот до гуру. А? Что там до верха? Куда-то? Вверх. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Вот я точно так же ничего не понял, да? Ну ухожу на работу очередные сутки, да? На работе у меня инфаркт. Ага. Ну я же согласился, я же не понял сначала почему, а потом я же согласился. А, Иисус когда мне вот это дал сердце, ну ты согласен писать книгу? Ну ладно, хорошо. Пошел на работу, у меня инфаркт, я домой с этим инфарктом пришел, пошел еще колеса ремонтировать, а у меня давит и давит и так и упал на машину. Возвезли в больницу, оказался трансморальный инфаркт. Если кто соображает, что это такое, ну сквозное повреждение это самое сердце. Это обширный, глубокий и сквозный. Я сел вот так отец, ну за что меня так? Я же мог бы написать и так, без этого самого. Боль дает глубину понимания. Ага, отец говорит, боль дает глубину понимания. Понял, да? И вот когда меня интересно получилось, я проводил занятия, вот так вот да, у меня сердце давит сильнее и сильнее. И еще после колеса я умудрился пойти занятия провести. Ага, еще по тех изменениях я еще пошел там занятия проводить. И вот на сеансе появляется, проводим медитацию, но медитация появляется в зале женщина в белом. Вот она, видите, да? Вот эта женщина в белом, у нее не видно лица, если вы обратите внимание, да? И она в руках держит мое сердце. И она в руках держит мое сердце. Видите, вот это горящее сердце, она держит в руках. И если обратите внимание, у нее на груди звезда, да? Ожерелье звезда. Видно, да? Вот с этой звезды течет кровь. Но на платье она не оставляет следов. Но на сукинце не оставляет следов. И вот здесь вот это колесо, это колесо сансары. И это около сансары. Вот эта женщина появилась, подходит к одной и говорит женщине, да? Передай ему, что любовь не терпит эгоизма. Потом подходит к дочери, да? Или к дочери, да? Или к дочери, да? Или к дочери, да? Передай ему, что он сердце через свое сердце не пропустит. Прекаж ему, что он всех через свое сердце не пропустит. Она прошла, каждому что-то сказала для меня. Ну я запомнил только эти две фразы, да? Вот. И короче говоря, после этих занятий меня увезли в больницу. И лежу, я звоню этим и говорю, не, Натаня, поиските, что такое женщина в белом? Что это за образ, откуда она появилась? И попросил дочери, чтобы она пошуяла, что то есть к дочери в белом? Ничего, я не утомляю вас. Не мучите себя? Нет, нет, нет. Никого не утомляю. Хорошо. Они говорят, ладно, потом через неделю дочь привозит мне книгу. Это папа, я нашла. Я нашла, кто такое женщина в белом. Оказалась интересная штука. У меня была книга. Райманда Хагарда. Женщина в белом. Так и называлась. Ага. Она называлась... Скиталиц. Может быть кто-то читал. Скиталиц. Не подружник, только такой... Не может найти своего места. Ну, такой, который побудит по свете. Но... Ну, про путешествие в Одессею, ладно. По путешествия в Одессе. Да. Как она ее нашла? Я год назад ездил, она положила на кухню по полку. И там... Ровно год книга должна была на депуту. Никому не нужна была. Никому не было путешествия. Заходит она на кухню. Хлопает дверью. Книга падает. Открывается на странице. И написано. Женщина в белом. Если в двух словах, я расскажу просто историю, которая там написана. Это книга о путешествии Одессея. Когда они приехали в 10 сервей. То есть книга о путешествиях Одессея. Когда они приехали, праздник, что они искали? Они искали любовь. Они искали любовь. Они искали любовь. Святую Елену. Завоювать хотели, да? Они хотели... Лену. А вот в понятиях мужчин того времени любовь надо завоевывать. А в поятиях мужиц надо было добывать любовь. Завоевали. А что такое завоевывать? Это кровь. Это боль. Правильно? А любовь ушла. Они же ее не нашли. Правильно? А Одессея не мог вернуться домой, пока он не найдет любовь. Не мог родиться домой без этой милости. Он нашел Елену. Она была служительницей в замке Хадхар. Хадхары – это храмы любви. Главная улица. Вот к ней очень многие пытались пробиться, но никому она не показала свое лицо. Никто так и не добился. А Одессея сумел добиться. Она открыла ему свое лицо. И они договорились с ним уйти. Договорились встретиться и уйти. И она ему сказала, ты меня узнаешь по вот этой звезде безупречности. Вот эта звезда – это безупречности любви. Кровь – это боль, тоже жертва, которую вы приносите в себя ради любви. Но она не оставляет следов на ее платье. Это безупречности любви, да? Вот ты меня узнаешь по этой звезде. У него влюбилась дочь фараона. И она приняла облик этой Елены, но она не смогла найти вот эту звезду. Не было безупречности. И она подпоясалась змией. И она вместо этой звезды подпила змией, а это означает эгоизм. Одессея увидел ее лицо, но не обратил внимания, что нет звезды. И пошел за ней. И погиб. И тут я понял вот эту фразу. Любил не терпит эгоизм. Я просто люблю, а не потому, что люблю. Понимаете? Люблю не потому, что у тебя квартиры там или там или еще. Я просто люблю. Ну, просто люблю. Вот если бы ты не был пьянцем, я бы любила, да? Если ты... Говорили смысл. Любили смысл, да? То есть любовь должна быть безупречно. Я люблю, независимо от того, какого-то чудовища не являлась. Не зависит от того. Опять, я для Кусь вы извините. Сказку Оренький цветочек все помнят? Трошечка змейте мать. Была такая байка шкарлатный квят. О шкарлатном квяте. То есть российская байка. Помните? Нет. Я не думала. Российские сказки не знают. Но польские праздники. Она была туманчена, тут показана о шкарлатном квяте. Там смысл жкацкий, да? Ссылка попросила отца привезти из путешествия Оренький цветочек. Оренький цветочек это что? Любовь, да? А то есть милость. Он привез этот цветочек. Но при условии, что она вернется на тот остров, я его взял. Чудовища. Я чудовища подарила. Она пришла. Помните, может быть, кто читал? Она жила там какое-то время у отца. Скучилась, попросила отца. Была там через какой-то час. И стескнилася за ойцем. Вручила до ойца. А потом, когда вернулась на остров, она увидела, что чудовище погибло, умерло. И она поцеловала его, и он превратился в принца. А теперь вспомните свои отношения, да? И теперь вспомните свои отношения, да? Бестия, может. Чудовище, да? Бестия, да? А когда он принцем становится? Когда вы его полюбите, понимаете? В наших сказках столько мудрости. Мы же не понимаем этого. Ну ладно, вернусь вот к этому, да? Я когда вот это все прочитал, я понял, да? Что моей судьбой является что? Познание любви. Вот она женщина в белом, вот ее это, да? Вот мое сердце, которое я отдал этому, да? Инфаркт и так далее, так далее, да? Поняли, да? И вот после этого, после инфаркта я написал первый книг. По завалу я написал первую книгу. Потом каждая книга мне обходила с инфарктами, инсультами, там еще более тяжелыми, и так далее, и так далее. Такие книги они просто так не пишут. Такие книги так просто не пишут. И дело в том, что реакция людей на них тоже очень своеобразная. Ну, так, и вот когда вот это произошло, да? Я начал рассказывать вот с этой схемы, этот крупный, который я вам рисовал. Чем больше любви в душе открывается, да? Тем больше вы видите, чувствуете, понимаете. Вам не надо читать книги, чтобы ответить на какой-то вопрос. У вас есть внутри света. И когда меня с инфартом отвезли уже после больницы в санаторий на реабилитацию, я уже в санаторий на реабилитацию. Ну, там что лежишь, да? Я там только лежишь, да? Периодически просто ходишь там. Ну, ходил, ходил по корену. Присел у одного растения. Ну, приседу, приеду, я до света. И вдруг слышу меня кто-то шепчет. И нагля слышу, что кто-то шепчет. Я повернул головой туда-сюда, а кто что? Не могу понять, не могу понять. Сажусь другого, он снова что-то шепчет. Ну, я давай разговаривать, да? Прошел по всей больнице, прошел по всем улицам, да? Прошел по целой улицам, да? Проговорил со всеми растениями, деревьями, травмами. А вечером сижу записываю о чем я говорил, да? Ну, я спрашивал, как? Кто ты? Что ты? Зачем? Что ты можешь мне дать? А ты мне что можешь дать? Ну, как в сказке, полей меня, я тебе помогу вот этому, а я тебе помогу, да? Ну, а как ты сможешь? Ну, сервили сочек. А как ты можешь дать? За пальтом, так-то-так, или привожи, у тебя пройдет вот это, вот это. Я записал, приехал домой, справочник у жены, медицинский там есть, есть такие травники, да? Такую книжку о зиму. Сравнивать, все точно. Начинаю читать поровню. Ночью, действительно, я говорил с этими самыми, да? Ночью выходил во двор, кто-то опять шепчет, не могу понять, кто, да? Головой крутил, крутил, голову поднял. Вот ты же голову говоришь, подними, поднял, до звезды. Поднишь голову, парча там звезды. Ни одна звезда какая-то так пульсирует. И одна звезда не пульсирует. А что ты удивляешься? Ну, начал с беседой. Ну, началось беседовать. Понимаете? Переговорил со всеми, ну, сколько можно со всеми. Погадал со всеми, с чем можно. И пошло, пошло, пошло. Животные, это все, да? Если человека посчитать, ради Бога. Слушай, человек о чем думает, о чем это. А те, которые в Сочи, эти мысли я слышу все. Понимаете, да? Слышу чувства. Вижу характеры, независимо от того самого. Где человек находится, как я могу каждому писать. Я сейчас могу каждому в душу заглянуть и объяснить, что у людей. Понятно? Поэтому чем больше вы будете вот таким вот образом работать над собой, можно купить эти знания. Пойти там за курсы пройти. Можно купить такие... Вам здесь вот протру дырочку маленькую, третий глаз, или как, или как, или как. Ну, за большие деньги, да? Вот он пройдет время, это все закроется. Понимаете? Вот у меня недавно был случай. Ну, у меня постоянно, я просто последний раз скажу. Я в Нижнем Новгороде веду свою группу, там, ну, постоянно. Человек 30, кто приходит раз на день. Ну, мы так вот занимаемся, вопросы, вопросы, вопросы. Вроде одни и те же вопросы, да? Ну, каждый раз глубина понимания у людей разная. Но за каждым разом глубина понимания у людей разная. И разное все открывается, разное видение, способности и так далее. И вот однажды приходит женщина, где-то месяца два назад. Молодая, 32 года. Ну, ее сосед пригласил, он ко мне постоянно ходит. Ну, она одна, два раза была замужем, двое детей, развилась. Детей у нее забрали тот и тот муж. Дети, мэрзови забрали детей. Она одна осталась. Ну, и пошла в разгул. Ну, и пошла в разгул. Ну, и пришла спросить почему, как, что, ну и осталась. По четыре недели мы раз в неделе занимались. На пятой неделе приходит Виктор Николаевич. Помогите. Я говорю, чем тебе помочь? А вы мне сказали к врачу пойти. Я говорю, когда тебя сказал? Оказывается, на кануне, где-то дня за два. Она пошла в ванну. Ну, на очередную голянку собралась, да? Я открываю две ванны. Ну, я дома, поймите правильно. Ну, у меня просто есть возможность, скажем так, появиться в его месте. Что там объяснить человеку и так далее. Я открываю две ванны. Ну, куда ты? Она, о! Виктор Николаевич, так я говорю, тебе не по мужикам надо ходить. Бежала в больницу. Побежала в больницу. Приходит на занятия в Виктор Николаевичем горах. Что делать? Я говорю, ну убедилась, убедилась. А теперь будем думать, что делать. Ты ненавидела мужа? Ненавидела. 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 Ну, не может женщина любить мужчину, скажем так. Ну, прежде чем не может быть женщина, случайного. И случайный секс он не может быть таким, каким ты ждешь. Правильно? Это значит, ты встанешь, все равно будешь испытывать нему ненависть. А за этим мысль рождается. Я не принимаю таких мужчин, я не принимаю такого секса и так далее. Правильно? Ну, вот эту мысль не принимаю, она что делает? Рождается опухоль, это боль ваша. Появилась опухоль. Теперь эта боль, проявленная уже вашим телом, она не позволяет вам уже принимать Но вы же не принимаете Бога. Правильно? Вот через мужчину, мужчина правит Бога. Получается, что вы не принимаете Бога. И Бог тебе сейчас приймает к себе. Иди на дно и отчитывайся. Почему так? А что делать? Даю ей молитву. Она с перепугу, так молилась, да? Она взрыва пришла на занятия. Она у двух врачей была. Оба подтвердили операцию. А на пятницу ей назначили положить больницу немедленную операцию. А на вот эти сутки, это нос со среды на четверг, четверг сам, и нос с четверга на пятницу, и ела, не пила, только молилась. Прости, благодарю, люблю. Приходит на операцию. Приходит на операцию. Продоперационное обследование. Делает снимки. Она абсолютно здоровая. Врач говорит, не может быть. Зовет человека, который в лаборатории делал эти снимки врача. Твои мои, а это тоже мои. Как так? Не может быть, только снова снимут. Абсолютно чистые. Понимаете? То есть человек понял, в чем дело, а вторая слушает, когда она рассказала эту историю, на следующем занятии. Вторая слушает, пожелает она уже. Вы знаете, ребята, я боюсь признаться, но я скажу, потому что у меня такая же проблема. Я говорю, понял, пошла. Через две недели, как корова языком связала, абсолютно здоровая. Это легко говорить вот это все, понимаете? А переживать, особенно человека, у которого проблема большая. У меня за вот эти 20 лет, которые я занимаюсь, может быть, человек 6 увеличилось от раки. А сильные, ну, по крайней мере большинство из них умирало без боли. Почему? Потому что мы не верим, понимаете? Мы привыкли жить вот в этом мире, где ненависть. Мы привыкли. Мы привыкли к отношениям ненависти. И убедить нас, что в этом мире существует другой закон, что существует еще любовь. Очень трудно. Я пришел однажды в семью, тоже позвали. Молодые ребята, лет по 35, да? У обоих рак. Молодые пара, по 30 лет и обои. Ну, и показали они, да, вот снизу обоих, вот матка и это самое, ну, половые у мужчины. Все вот так вот узлами скручено, все это самое. Ну, страшновато. Я им объяснил. Ребята, у вас есть шанс? Ну, вот так вот, так вот делать. Можно сделать так и так. Они мне, так вот, Виктор Николаевич, а вы нам докажите, что это... Удоводник. Понимаете? Ребята, я вам доказывать ничего не собираюсь. Это вы сами должны себя доказать, понимаете? Вы поверили, что вы ненавидите друг друга, понимаете? Вот ваше это самое, да? Вы должны полюбить друг друга, как ее, понимаете? Или его, да вы что, разве его можно любить? А где Богу что я могу сделать, понимаете? И что я тут могу сделать? У вас своя прожиция, у меня своя, правильно? У вас своя жизнь, у меня своя жизнь. В этой жизни мы все одиночки, понимаете? И то, что мы думаем, что мы помогаем, на самом деле мы только лишь натаскиваем себе проблемами. То есть, что такое наша помощь? Мы помогаем, когда жалеем. Мы помогаем, когда... Мы жалеем и не можем облегчить судьбу человека, понимаете? Мы берем на себя его боль, но не освобождаем его от его урока. Поняли смысл, да? А закон один. Любите, 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 любите. А засада-то есть документы? Компания? Ну, давайте первое, маленький, да? Раз, маленький. Спасибо.